Другими словами, линейный многочлен, в котором просто берутся предикторы, умножаются на свои коэффициенты и складываются, он не отражает реальную картину, которая заложена в наших данных. И мы должны умножать страну на соответствующие предикторы. Единственное, что в моей схеме речь идет о линии, поскольку мы взяли только одну переменную, удовлетворенность трудом, а все остальные были неизменны. А в реальности идет вещь о гиперплоскости, в многомерном измерении. Вот столько же, сколько у нас перемен, столько же измерений. Но суть не меняется. Оказывается, и это нам говорит пробит регрессия, что требуется существенно усложнить линейный многочлен для того же дискриминатного анализа, чтобы лучше отражать реальную ситуацию. Видимо, из-за того, что наш линейный многочлен не отражает реальную ситуацию у нас, собственно говоря, плохое качество, низкое качество подгонки предсказанных значений относительно эмпирических значений. Опять же, отвергается нулевая гипотеза о том, что есть соответствие между эмпирическими и теоретическими значениями. Дальше таблица CellCounts and Resilience показывает, что у нас большие остатки. Наблюдаемые частоты, предсказанные частоты, остатки. Практически везде имеются остатки, причем местами немаленькие остатки. Допустим, 5,74. 3,616 и так далее. Если бы в тесте на параллелизм нулевая гипотеза была бы принята, мы могли бы проинтерпризировать табличку, которая называется параметры Estimates. Здесь для каждой страны строится свое уравнение для расчета вероятности участия в профсоюзе. Для Бельгии берется вот такая констант, остальные предикторы и их коэффициенты. Как видно, коэффициенты одинаковые для всех предикторов. И только каждая страна вносит свой сдвиг вверх или вниз по оси y, о чем мы говорили. Но это только при условии, что тест на параллелизм дает принятие нулевой гипотеза. В нашем случае гипотеза нулевая отвернута, поэтому интерпретировать эту таблицу смысла нет. Итак, мы попробуем.